всем привет я сегодня практически весь день провела вот здесь рядом с малышом потому что у него сегодня опять температура до утром было 37 и 7 что ли вот так где-то и мы дали ему жар понижающая с утра в обед 37 и 3 сейчас 37 4 держится на приблизительно наверное одна температура держится не могу сказать что он капризный немножко есть конечно но он играется также ползает также активный принципе и спит нормально не никому счет спал как обычно дал маленьким и молочка покушал только что аппетит у него не пропал все нормально так же как и обычно кушать с аппетитом в общем надеюсь что завтра уже будет легче потому что обычно на 3 привет прививки держится температура потом по идее уже должна спадать и все на там посмотрим нам сказали что если не пройдет тогда уже можно будет вызвать врача на дом придет подскажет что делать посмотрите все так бывает такая защитная реакция организм иммунитет начал работать ребенка после первого вакцины вакцина 1 пришла вообще без температуры вот вторая температуре сегодня вряд ли пойдем на улицу потому что время на самом деле уже после обеденное ничем особо не занималась у нас с вчерашнего дня остался на обед суп я ничего не готова поэтому с доньку еще с ним поспала с утра немножко потому что он сегодня проснулся в 7 ночью проснулся проспался два раза чтоб поесть и это я чуть плохо спала все равно уж переживала поэтому часочек еще с ним с утра поспала вот в утренний сон вот так что сегодня лучше вчера было 38 вообще он ведь горячего было из красным сегодня уже так слабенько держится но есть ребята всем привет и в любом случае сегодня праздник сегодня пятница я вас поздравляю как всегда быстро вы видите очень быстро если честно недели за неделей луч идет тоже поздравить всех лучик пришел ух ты какой данюша решил зарыться там под кровать бомбит кровать вообще хельче творить но мы сюда не пойдем на улицу тоже договорила да что есть небольшая все-таки температурка сохраняется у данюши решили сегодня еще немножко потерпеть успеем прогуляться еще ну я думаю максимум кому сегодня повезет это мне и лучше ну или тебе и лучик кто захочет уже знаю что в принципе можно гулять с температуры но я думала что если будет 37 там хотя бы 37 и 4 а может быть и 5 поэтому это как-то я боюсь это слабо ну в общем мы решили еще поберечься денечек посмотреть что будет завтра но это ничего страшного говорю сегодня повезет кому-то одному и учу ну кто выберет сам кто захочет да нужно забрать в адрес это не факт что мы уже не заберем знаешь почему потому что там постоянно очереди стали женские там только днем возьму есть только эти сейчас ну или в 9 да ну в общем посмотрим дальнейшую сейчас должен спать а он ломает кровать ее расшатывает всячески там поет матерные частушки как всегда а лучик решил пока да не нет его игрушки утащить да почему-то вот лучик все время волнует вот этот медведь и он его периодически утаскивать пытается под кровать только мешаю ему я ловлю его перед кроватью лучик в недоумении его бросает на пол и не понимает что происходит а почему видите как солнечно у нас на нашей стороне полянки мы пришли попить кофе данечку а мы поэтому пьем кофе есть еще в планах приготовить блины сегодня ну не знаю получится это не получится дима сейчас попьет кофейку и сходит в магазин наверное завтра мы планируем делать паэлью у нас есть все но кроме лимона там мелочи паэлью вообще классно делать потому что какие есть морепродукты можно использовать именно те не обязательно там креветки густины да у нас есть меди и меди обычные меди в створках у нас есть рыба и мы вот это все и будем использовать единственная дим посмотрим здесь чуть вино туда еще надо вино в общем мы сейчас перекусим немножко потому что суп у нас как-то в организме быстро не сдерживается калорий не превращается после него хочется еще что-нибудь несмотря то что даже с хлебом покушала и я тоже а еще у меня чешется левая рука я прям не могу а я знаю почему я ползала поэтому по полу у меня теперь руки чешутся да не показывала как он так смеется вообще когда ползаешь по полу он начинает смеяться и лучик а лучик начинает возбуждаться он заводится да начинает играться думает что с ним наступает у нас в квартире веселуха настоящая что дима вернулся с магазина потратил две тысячи рублей принес пройду не купил ничего ничего даже купил нормально сейчас покажу огурцы на салатик перец это фаэлью и на салат тоже сметана это любимый танин кабачок еще один кабачок и тыква так сторонку а морс ягодный папе тему тоже лимона тоже для фаэльи масло сливочное соус терияки макароны вот эти мы полюбили макарон последнее время берем вкусно очень наши любимые булочки 1 потому что без акции 90 рублей карбонат 2 упаковочки на утро хлеб и сосиски про запас если нужно быстро что-то приготовить можно их всегда приготовить и яйца чай зеленый бумага все все и а ну и для поэли тоже все вот такая вот закупочка там проснулся наш данюшик как раз сейчас погулять немножко потом а спать и купаться любимой подушкой подушки скажи запутался я до подушки запутался как он здесь любит и вот так и вот так и так развязывает вот эти веревочки добирается до них да так проснулся хорошо поспал выспался? ты выспался? да парашютист парашютист мой малыш ты парашютист что ли? ты хороший ну что я замариновала свинину отправила ее в духовку сегодня будет на ужин свиной стейк и сейчас хочу еще испечь блины ну что такая стопочка блинов у меня получилась я их запекала на двух сковородках поэтому было очень быстро вот посмотрите как просвечиваются они очень тоненькие даже вот видно мои пальцы с другой стороны совсем кто кушает приятного аппетита обалденный день если честно я с Даней столько наигрался мы все игрушки с ним переигрались какие только можно было играть только за вечер ты же работал сегодня ну мне вечер за радость я тоже сегодня весь день с ним была чтобы наблюдать как он вообще переносит температуру и все остальное ну вроде нормально температура есть но настроение у него нормальное играется все хорошо смеется когда его веселый дар жака если что лучик пробегает его веселить постоянно теперь да ну вот так вот бывает единственное еще вот у него уплотнения теперь на месте уколы есть еще не прошло ну ну мне кажется есть позитивная уже ситуация что немножечко сходит но не 38 температура она немножко меньше уже сегодня чем вчера было но и плюс к тому же он ест хорошо он спит хорошо он и бодрствует нормально и особо не капризничал вообще сегодня поэтому да переживаю но есть положительные моменты которые все равно дает расслабиться мне немножко ну окей и я сейчас сижу монтирую Данька спит я сижу уже монтирую еще одну часть путешествия там в основном будет дорога красивая австрийская дорога итальянские деревушки а ну да из чехии получается мы поехали в Италию через Австрию да мы два дня были в Чехии это очень мало ребят для Праги это крайне мало никогда не делайте такого это очень было круто два дня было круто но это реально мало очень мало потому что Прага это такой город там можно ходить вечно по улицам этим всем рассматривать эти безумные архитектуры зданий и вообще просто шикарный город ну и народ любит там потусить короче все время там бар в каждом подвале в каждом углу в каждом в каждой подворотне я не знаю и это это везде вообще а еще а еще лучик в Праге боялся очень сильно гулять он он не хай он ходил мы его пытались много раз выводить на улицу но в туалет вообще не ходил на улицу вот непонятно это единственный город единственная страна я не знаю почему там особо во первых не было газончиков там были там парочку троечку там так построено что вот эти коробки они все закрыты то есть такой квадратная коробка и внутри двор был а мы почему туда не ходили а у нас там какой-то выход был в общем короче мы там и не разобрались как туда выйти и гуляли это внутренний двор он для нас был закрыт поскольку мы снимали жилье там на ключе было ну на магнитном наверное да поэтому как бы гуляли где был газон где была возможность короче он там не ходил он там боялся выходил и все и домой вот там единственный момент где на филе он ходил он в путешествиях не ходит на филе он конечно да ну и плюс и плюс там все таки очень лояльно к животным в любое кафе в любое заведение ты можешь животного тебе дадут всегда миску с водой для животного помнишь вообще враги тоже же нам дали подстилку и вкусняшку и все ну короче нормально очень важно очень хорошо до животными относятся прям щекла и значит там будет италия уже частично нас навигатор повел по итальянским деревушкам будете смотреть вы смотрите дорогу там очень на самом деле интересные виды они нашему взгляду непривычные очень непривычные австрии конечно поражает своим великолепен своей природы красотой эти луга подстрижены вообще просто шикарно я смотрю у тебя флажбек ну конечно я сижу монтирую это все смотрю очень красиво вообще вообще вот в моих мечтах на самом деле вообще доехать до испании хорошая мечта да а может быть и еще и до португалии до конечной точки лиссабон насколько я понимаю да просто пересечь вот так в европу было бы круто я не против это долго отпуск больше двух недель нужно нужно больше двух недель потому что ну реально маловато нет смысла голубым по европам потому что получается ты все время ну как большую часть получит дороге не наслаждаешься не наслаждаешься хочется побольше подольше но мы были довольны своим путешествуем несмотря на то что в австрии бензин я монтирую сейчас 116 рублей разве но это еще не самый дорогой три с половиной тысячи мы заправили 30 лет это был не самый дорогой бензин он самый дорогой был в италии насколько я помню да но мы в австрии заплатили 45 евро за бензин и 20 за винетку который на обратной дороге тоже пришлось купить все 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 тайны не раскрывать надо посмотрите так что смотрите следующий видосик по нашему путешествию который выйдет когда когда аня замонтирует его потому что была камера с плохим звуком не будет придется вставлять тоже ну ладно мы были неопытные снимали не для канала снимали для себя снимали для того чтобы осталось для впечатлений каких-то остаточных и так далее ничего страшного а следующий ты влог когда выйдет 7 часов отлично подписывайтесь кто еще не подписан поставьте нам лайки пишите комментарии мы их все читаем с вами были аня и дима сугробов всем позитива пока пока и